Светофор на Т-образном перекрестке улиц Ленина и Первомайская сегодня отключили на время. В режиме мигания желтого сигнала он будет работать в течение пяти дней. Об этом в интервью журналистам региональных СМИ рассказала руководитель департамента строительства ЖКХ энергетики и транспорта Ненинского округа Валентина Саутина. Напомню, перекресток федеральной дороги был обустроен федеральным подрядчиком Упор-Дор-Прикамье по рекомендации окружной госавтоинспекции и соответствует всем современным нормативам. Тем не менее, с точки зрения окружных автомобилистов, движение на этом участке стало затруднено. Поручение совместно со структурами Росавтодора решить проблему, которая волнует жителей региона, губернатор Ненинского округа Александр Цибульский дал в адрес профильного регионального ведомства на заседание окружной администрации 17 октября. Как нам рассказала Валентина Саутина, 24 октября в Супер-Дор-Прикамье была проведена видеоконференц-связь, в ходе которой была достигнута договоренность перевести светофор на 5 дней в режим мигания желтого сигнала. Неделю они должны его в мигающем режиме продержать. И мы должны будем совместно с Супер-Дор-Прикамье сделать какую-то статистику, что лучше стало, не лучше в эти часы пик. Для оценки эффекта от мероприятия в Ненинский округ приедет представитель подрядной организации, чтобы совместно проработать дальнейший план действий. Кроме того, руководитель профильного ведомства сообщила о том, что между округом и Упер-Дор-Прикамье ведутся переговоры о возможной передаче участка дороги от Т-образного перекрестка до аэропорта в собственность Ненинского округа. Также, по словам Валентины Саутиной, подрядчик заверил, что на местах автобусных остановок, демонтированных на федеральной дороге от Нарьинмара до аэропорта, ко 2 ноября появятся новые павильоны.